Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение второй книги царей. Она начинается словами «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Амаликитян и прибыл в Секлаг и пробыл в Секлаге два дня. Вот на третий день приходит человек из Тана Саулова, одежда на нем разорвана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему и сказал ему «Давид, откуда ты пришел?» Мы видим, как соблюдался траур в те дни, человек разрывал одежду и прахом посыпал собственную голову. Одежда обычно рвалась в верхней части груди напротив сердца. Этим самым подчеркивалось то, что покойный был дорог нашему сердцу и делался такой надрыв одежды. Этот надрыв также свидетельствовал о том, что душа покинула усопшего человека и сердце его остановилось. Человек как бы обнажал таким образом и свое собственное сердце, как бы сопереживая умершему человеку, имея в виду то, что каждый умерший человек является вестником и нашей грядущей смерти. И мы должны переживать смерть другого человека, как будто в нем умирает каждый из нас. А прахом посыпали голову в знак того, как мертвый возвращается в прах, так и мы как бы проецируем на себя то, что произошло с умершим человеком. То есть этот обычай как бы соответствовал христианскому пониманию смерти как памяти смертной, которую, имея в своем сердце, человек будет уклоняться от греха. Поэтому всякий раз, когда мы слышим, что кто-то умер, мы должны проецировать это на себя, понимая, что однажды кто-то скажет о том, что умерли мы. И кто-то содрогнется перед лицом нашей смерти, а кто-то нет, а может быть даже кто-то обрадуется. И вот важно прожить жизнь так, чтобы после нас оставались люди, которые проявят уважение к нашей смерти, которые будут молиться за нас и поститься за нас. Такая практика, совмещенную с молитвой постом за усопшего, она существовала в те времена, и она описывается в этих книгах. Увидев человека в таком траурном виде, Давид реагирует на эту ситуацию. И мы прочитали, и сказал ему, «Давид, откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему, «Давид, что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его, и Инофан». И сказал Давид от руку, рассказавшему ему, «Как ты знаешь, что Саул и сын его, и Инофан, умерли?» И сказал отрок, рассказавший ему, «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал, «Вот я». Он сказал мне, «Кто ты?» А я сказал ему, «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне, «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя, все еще во мне». Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. «И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястья, бывшие на руке его, и принес их господину моему сюда». На самом деле в этом рассказе есть несовпадение с тем, как в первой книге царей описывается гибель царя Саула. Там описывается, что царь Саул пал на свой собственный меч и умер. А здесь говорится, что он выжил, и пал он не на меч, а пал он на свое копье, и что этот человек добил царя, ибо он знал, что он не будет жив после своего падения. Поэтому сразу эта история, она ставится под сомнение. Скорее всего, все произошло так, как описано в первой книге царей. А этот человек действительно оказался на поле сражения, и он взял вещи царя Саула и принес к Давиду, понимая, что, может быть, для Давида это будет радость, что человек, который гнал Давида, повержен и мертв. И он хочет приписать себе как бы участие в этом деле. Надо сказать прямо, что судьба обманула этого отрока. Кстати, не обязательно, что отрок — это ребенок, как я объяснял, а отроком в Писании называется «человек, который еще не создал свою семью». Ему может быть и 25, и 30, и даже 40 лет. то есть он не мужчина в полном понимании этого слова, не муж, у него нет жены, он не создал семью, у него нет детей. Он как бы ходит в мальчишках, и по отношению к взрослым таким людям применяли вот это выражение отроки. Потому что человек совершенный, цельный человек в понимании людей того времени. Это человек, который исполнил митцву, Божью заповедь, 18 лет пора под постсвадебный балдахин. Если человек этого не сделал почему-то, то он таких людей смотрели как на каких-то мальчишек, которые недостойны наименования иш, муж в библейском понимании этого слова. Когда Давид все это выслушал, он реагирует неадекватно с точки зрения этого отрока, который считал, что Давид обрадуется. И мы читаем. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их так же и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои и рыдали и плакали и постились до вечера о Сауле и о сыне его и на Фане и о народе Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча. Вот здесь мы видим, что эти люди, они постились молились о мертвых, молились о мертвых, хотя здесь прямо не сказано, что они молились, но пост это религиозное деяние, а пост о мертвом предполагает и молитву о мертвом. И в книге Маковеев рассказывается о том, какой характер мог быть такой молитвы за мертвого. Мы более подробно поговорим о молитве за усопших и прежде всего мы обратим внимание на книгу апостола Якова, на его послание, 5 глава, 16 стих, где сказано следующее. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, а много может усиленная молитва праведного. В исцелении нуждается не только тело, но и человеческая душа. Поэтому в православной экзегетике этот текст воспринимают как призыв молиться и за живых, и за усопших. Собственно говоря, у Бога все живы. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих сказано «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». А в послании к римлянам, 14, 8 сказано «А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господне?» То есть смерть не отлучает нас от Господа. Мы живем для Господа и умираем для Него. И самое высокое качество человека — любовь, она не прекращается даже в момент его смерти. 1 Коринфянам, 3, 8 «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся». Что и умершие люди могут получить прощение некоторых грехов, сие видно из следующих слов Христа. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 32 стих. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем». Будущий век — это иная жизнь. Только хула на Духа Святаго не простится ни в всем веке, ни в будущем, а любая другая хула может быть прощена. Иначе излишне было бы вот это уточнение «не проститься Ему ни в всем веке». Это понятно не в будущем. Тогда бы это уточнение было бы абсолютно излишним. в книге пророка Варуха 3 глава 4 стих сказано «Господи Вседержителю Божией Израиля услышь молитву умерших Израиля и сынов их согрешивших перед тобою, которые не получили гласа Господа Бога Своего зато и постигли нас бедствия Не вспоминай неправд отцов наших» Это прямая молитва за усопших о которых сказано, что они молятся за нас «но вспомни руку твою и имя твое сие время». И более такое открытое свидетельство это вторая книга Маковейская 12 глава 43 по 45 стих Здесь сказано «Он», то есть Июда «послал в Иерусалим чтобы принести жертву за грех и поступил весьма хорошо и благочестно помышляя о воскресении Он послал в Иерусалим чтобы принести жертву за грех погибших на войне и он это делал помышляя о их воскресении Далее «Ибо если бы он не надеялся что павшие в сражении воскреснут то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых» То есть это была и жертва за мертвых это была и молитва за мертвых Но он помышлял что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда Какая святая и благочестивая мысль Посему принес за умерших умилостивительную жертву да разрешаться от греха Таким образом действия Давида то что он со своими людьми начинает поститься об умерших они прямо проистекают из ветхозаветного понимания вот такой необходимости И надо сказать что иудеи до сих пор молятся за мертвых Когда человек умирает сразу читается за упокойный кадиш самым близким родственником за него и вот это доносит до нас традицию ветхозаветной церкви поститься молиться за мертвых совершать какие-то приношения на божий храм от их лица и вернемся ко второй книге царств первой главе где мы прочитали и рыдали и плакали и постились до вечера о Сауле и о сыне его и нафане и о народе господнем и о доме израилевом что пали они от меча и сказал Давид отроку рассказавшему ему откуда ты и сказал он я сын пришельца амаликитянина тогда Давид сказал ему как не побоялся ты поднять руку чтобы убить помазанника господня то есть для Давида было совершенно очевидно что жизнь помазанника господня нельзя прерывать ни в каком случае собственно говоря вот эта позиция Давида это позиция против эвтаназии Давид приравнивает человека который исполнил просьбу умирающего и добил его к убийству таким образом мы имеем библейский прецедент который запрещает эвтаназию даже если человек умоляет о том чтобы над ним все это совершили и призвал Давид одного из отроков и сказал ему подойди и убей его и тот убил его и он умер собственно говоря убийство предполагается за убийство и Давид не воспринимает это убийство как оказание неких услуг человеку который хочет умереть как сейчас в западной Европе люди платят деньги и за это их умершляют потому что в понимании Давида жизнь человека священна тот кто дает жизнь это сам Господь и Господь есть тот кто эту жизнь забирает как сказано в книге колесиаста прах возвращается в землю чем он и был а дух отходит к Богу который и дал его подойди убей его говорит Давид одному из своих отроков и тот убил его и он умер и сказал к нему Давид кому к нему к мертвому потому что в понимании людей того времени смерть не прекращает жизнь человека кровь твоя на голове твоей ибо твои уста свидетельствовали на тебя когда ты говорил я убил помазанника Господня теперь мы посмотрим некоторые объяснения у святых отцов Иоанн Кассиан о своих собеседованиях пишет и так мы знаем что Давид нарушал требования закона невзирая на повеление Моисея равно воздавать врагам что имеет ввиду Иоанн Кассиан был закон око за око зуб за зуб Давид так не поступает по отношению к царю Саулу и хотя царь Саул искал как погубить Давида Давид всегда искал как бы спасти своего царя поэтому Иоанн Кассиан написал и так мы знаем что Давид нарушал требования закона невзирая на повеление Моисея равно воздавать врагам Но он не только этого не делал но и окружал гонителей своих любовью благочестиво молясь Господу о них горько оплакивал их и когда их убивали мстил за них И блаженный Августин пишет когда никакие законы или законодательной власти не повелевают иного убийство считается незаконным даже и в том случае когда человек желает того и просит и не имеет сил жить дальше как то показано в священном писании в книге царств когда царь Давид приговорил убийцу царя Саула к смертной казни несмотря на то что по его словам тот убил раненого и полуживого Саула в ответ на просьбу его одним ударом и тем освободил душу царя желавшего избежать мучений от борьбы с оковами тела мы видим что блаженный Августин отец западной экзегетики настоящий отец западной экзегетики он тоже отрицает возможность эвтаназии и блаженный Ироним пишет потому кровь его оставится на нем то есть сам он то есть этот отрок станет причиной своей смерти согласно тому что Давид сказал отроку возвестившему о смерти Саула и рассказавшему что царь израильский пал на меч кровь твоя на голове твоей не моим приговором но кровью Саула проливается твоя кровь как бы говорит Давид и так мы видим что человеческая жизнь это священный дар от Бога и никто не имеет права никак покушаться на нее и далее мы читаем 17 стих и 18 и плакал Давид и оплакал Давид Саула и сына его и Нафана сею плачевную песню и повелел научить сынов Иудиных Луку Лук это инструмент на котором исполнялась эта песня как написано в книге праведного и сказал Далее идет траурная песнь царя Давида о Сауле и Инофане Когда мы с вами заканчивали изучение первой книги царей мы уже немножко опережали события читали эту песню и даже не нашли возможности ее прокомментировать потому что каждое слово каждое выражение столь ясно передает чувство царя Давида что ничего прибавить к этому или убавить от этого мы не можем Итак сегодня мы с вами вошли в изучение второй книги царств в еврейской традиции она называется Сефер Шмуэль Бейт то есть вторая книга Самуила в христианской традиции она называется вторая книга царств первый кто изменил название этой книги это был блаженный ироним Стридонский который в своей вульгате он поменял как раз наименование тех книг с еврейского Сефер Шмуэль на Сефер Малахим то есть книги царств царей если мы будем живы Господь позволит мы продолжим изучение этой книги и доведем его до конца спасибо христианской 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 христианской